В преддверии Дня космонавтики в молодежном клубе «Ровесник» прошла квест-игра «Космос и я». На протяжении всего мероприятия ребята выполняли задания, так или иначе связанные с космосом. Сколько лет Солнцу? Как звали второго космонавта Земли? Что сказал Гагарин на старте своей ракеты? Эти и другие вопросы задали подросткам во время одного из туров квеста – викторины. Такое мероприятие мы проводим впервые в преддверии Дня космонавтики. Мы провели в виде игры, ребята выполняли различные задания, показали, что ребята знают ответы на викторины. Это очень приятно. Некоторые выучили стихотворение наизусть. Я думаю, это важно, чтобы ребята знали нашу историю. Ребятам предстояло не только ответить на вопросы викторины, но и решить головоломки, угадать планеты по фотографиям, нарисовать плакаты и рассказать стихотворение. На небе откроет звезду-звездочет, политик задумает хитрый расчет. Алхимик колдует, зажжет свою свечь, а радует, а вот хитрорубную речь. Квесты в ровеснике проходят на регулярной основе и касаются таких важных тем, как выбор профессии или семейные ценности. На этот раз в игре приняли участие две команды – экологическая и краеведческая, по шесть человек в каждой. Победителем стал участник из экологического отряда «Пегас» Александр Попов, который набрал наибольшее количество баллов на всех этапах. Мы готовимся к мероприятию, будем читать стихи, посвященные Дню космонавтики, о космосе. Я считаю, что этот праздник важен для нас. Как-никак Гагарин нам космос открыл. Екатерина Сусенко, Валерий Жеглей, телерадиокомпания Щелково.